Сейчас иду по улице и понимаю, что я замерзла. Я поехала налегке, просто одну футболку одела и все. Ни кофту, ничего не стала одевать. А у нас сегодня такой снежок мелкий идет. Холодно, короче говоря. Вот такие вот дела. Света сейчас звонила. Мама говорит, мне надо 50 рублей на дорогу. Я говорю, зачем? На репетицию ехать. Я говорю, блин, я тебе давала 100 рублей, ты потратила. Я тебе сколько раздавала, все потратила. Я говорю, я же не успею до 5 часов приехать. Я говорю, попросишь, папа у нее переведет деньги на ее карту. Значит, то, что постоянно ездит на репетицию, в городе репетирует к 9 мая. Она так как у нас там участвует, поэтому каждый раз на дорогу деньги. Ладно, идем в пенсионный. У нас, ребята, время вечера. Я иду в садик, не знаю, будет, не будет слышно. Но если не будет слышно, я перепишу потом. Наложу звук. Но в целом. Ходила я сегодня в пенсионы. Честно, ребята, я злая. Злая, как собака в плане того, что... Я сегодня пришла туда, говорю, я записывала на 5 число, на 15.30. А мне говорят, а вас в списках нет? Я говорю, девушка, вы что, издеваетесь, что ли? Как так нет у меня в списках, если я записана? Нет, говорит, вас нет в списках. И вы концовки меня не приняли. Сказали, завтра приходите. На другой день переписали, и все. Злая вообще, как... Не знаю, ничего. Вот такие вот дела. Из-за этого я опоздала домой. Приехать. Не успела Свете дать деньги на проезд, чтобы она могла ехать на репетицию. Короче, сегодня вообще пипец полный. Ладно, мы сейчас с вами не будем огорчаться. Идем в садик забирать Ваню с Мариной. А потом домой. Дорогие друзья, у нас время вечер уже. Настроения кого нет. Ну, вот в целом. Сварила свеженький супик. Сейчас покажу, что получилось. Так что, вот такие вот дела. Завтра опять надо буду в город ехать. Кошмар. Ну, ладно, показываю, что сварила. Так, девчонки, вот такой вот суп сварила. С галушками. Тут рис был немножко и макарошки немножко положила. Мясо, галушки. Видите, он. Мясо и галушки. Вкуснятина. Тут попросили побольше бульона. Кто-то бульон не любит. Оксана, по-моему, просила. Вот такой вот супик. Хочу просто, у меня дети просят, просто галушки приготовиться, сметану поесть. Вот. На днях вот завтра, наверное, документы сделаю, а потом будут выходные, будем с вами готовить просто галушки. Пишите, что насчет этого. Думайте насчет галушек. В интернете много разных рецептов. Посмотрю, кто какие готовит. Что-нибудь повкуснее выберу. Деткам нравится галушки есть. Поэтому приготовим. Курочки у меня нестись потихоньку начинаются. Егор вчера два яичка приносил, позавчера два яичка приносил. Надеюсь, сегодня принесет. На галушке еще наберем с вами. Ладно, дорогие друзья, всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Я пойду сейчас ребятишек покормлю и будем с Оксаной уроки делать. Всем доброе утро. У нас время 20 минут уже доходит. Мы идем на остановку, на автобус и в садик. Ребятишки остальные в школу. У нас сегодня минусовая погода. Проснулись минус... Минус сколько, Маша, было? Минус один? Сейчас 0 градусов уже. Но и не очень сильно холодно. Тессон, привет! Ты пытаешься на солнышке погреться? Да ты мое солнце! Ладно, всем желаем хорошего дня и хорошее настроение. У нас время уже полодиннадцатого. Я поехала... Ой, полодиннадцатого, десять. Я поехала, короче говоря, в город документы дальше делать, потому что вчера так меня и не приняли, хотя я была записана на 15-30. А они сказали, что меня в списках нет. Ссылаются все на сбой компьютера. Короче, дурдом полный. Сегодня поеду опять. Сначала меня надо в училище забрать. Как корочки. Сейчас не корочки, сейчас листочек обычно дается и все. Потом мне надо будет идти в центр занятости для отметки. А вот потом уже к двум часам мне надо будет идти в пенсионный. Так что вот такие вот дела. Ладно, дорогие друзья, поедем со мной. Дорогие друзья, приехала я с училища. Можете поздравить. Учебу завершила. И сейчас все. Все, аттестат получила. Вот так вот. Все, учеба завершена. Вот такие вот дела. Надеюсь, сейчас работу найти. Ну, мне по специальности, конечно, я не найду такую работу, потому что я боюсь, что я не справлюсь. И всякая такая. Василис, не трогайся, пожалуйста. Вот Вася камера нюхает. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот. Сейчас чай попью, и мне опять надо будет ехать. Просто я на 2.30 сегодня опять записана в пенсионный. А время 12 часов. И сидеть тут в городе 2 часа неохота, поэтому я приехала домой. Потом к 2 часа поеду опять в город. Так что вот такие дела. Ставим чайник, пьем чай и едем. У нас уже вечер. Мы уже покушали. Я тесто поставила после того, как приехала из города. Все, документы подала. Все нормально. Сейчас. Маша, ты же ушла. Ты же на танцы ушла. Рано еще тебе. Мы с Оксаной. Куда идем, Оксана? Хорошо, шапку одень. А Маша куда идет? На танцы. А Света у нас в городе. На марширование осталось. Она марширует, репетирует. Сегодня очень холодно, да, Маша? Минусовая погода. И сегодня снег у нас шел. Град опять шел. Ну, немножко там град был. Не похоже, что сейчас плюс 7. На плюс 7 не похоже. Но как будто минусовая погода. Вообще холодно. Тайсон всем передает привет. Да, Тайсон? Ой, да ты мой еще ничего. Не, я к тебе подходить не буду, потому что ты меня замураешь. Да, поговорить надо, да? Да, конечно, да. Давай поговорим. Давай поговорим. Тайсон. Тайсон. Ну-ка, девочки, не отвлекайте его. Тайсон. Давай поговорим. Тайсон. 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 Мальчик мой. Да. Ты мой хороший мальчик. Тайсон. А, Тайсон? Видите, мой хороший. Хорошая собака. Ты зачем палки грызешь? Ладно. Пойдем мы. Все, пошли давай, а то сегодня короткий день. Так, а ты на танцы шруй. Что? Голову опустила так. Чудо в першках. Ладно, пошли мы. Мы пешком до садика. Машенька идет пешком до танцев. Да, Машенька? Все, давай шагай. Мы пошли. Ладно, всем хорошего вечера. Дорогие друзья, у нас время вечер. Смотрю, там птичка бегает. Короче, что делаю? Делаю тесто галушки. Буду делать суп с галушками. Сегодня некогда было даже варить. Вот, верите, нет? Я сегодня прибежала, бегом макароны с мясом сделала. Там было еще что-то. Вот мне многие пишут, вот в город ездят, целый день промотаются. Ребят, да, в город едешь, если едешь, то считай весь день потерял. Полчаса дорога туда, пока там дела сделал. Потом стоишь на автостановке, ждешь автобус. Потом полчаса обратно едешь, считай, все. Вот и получается. Не туда, не сюда. Короче говоря. Хочу супик с галушками сделать. Тесто у меня тут поднимается еще. Я помимо того, что хлеб сегодня купила, две черного, одну белую. Но я решила еще свой хлеб постряпать. Тесто сегодня ставила еще перед тем, как в садик идти. Вот постряпать еще хлеб. У меня там зажарка жарится еще. Хочу сейчас тесто сделать, знаете, на галушке не то, которую ложка там наложить, а чтобы нарезать его, такое твердое нарезать, и воду потом бросить такими маленькими шариками и посмотреть, что получится. Ладно, готовлю, потом покажу вам все. Представляете, опоздала на собственную премьеру. Ну, е-мое, кушать начала готовить и не успела на премьеру. На кухне завозилась и забыла, что у меня премьера. Вот же я ворона, да? Вот такая вот я ворона. На середину, на конец премьеру уже успела. Ну уж извините, девочки, у меня времени сейчас нету, сильно за компьютером сидит. Поэтому вот так вот. Просто меня просили предупреждать, когда видео будет, чтобы больше народу пришло. Поэтому я решила будут премьеры делать. Кому не нравится, пожалуйста, идите на другой канал. Я никого не держу. Я никого заставлять не буду. Мне сейчас ее тут не платят. Поэтому... Вот так вот. Дальше готовлю галушки. Дальше готовим галушки. Так что вот как-то так. Суп у меня варится. У меня там курица варится. Для супа. Сегодня холодно на улице. Просто ужас. Ужасно холодно. Полотенце на руки вытереть. Руки все сырые стали. Хочу твердые галушки сделать. Так они вкусные, мне кажется, будут. Совсем твердые, чтобы прям скатать такими. И нарезать ножом. Не знаю, что у меня из этого получится. Нам что-то получится, ребят. Если долго мучиться, то что-нибудь получится. А что нам плакать, да? Будем веселиться. Куда у меня дети на каникулы пойдут? Никуда. Будут дома сидеть. Вот так вот. Просто у нас в школе новое это сделали. Прекрасно сейчас знают, что сейчас зарплату у всех в середине месяца. Что никто до 10-го числа деньги не найдет за то, чтобы заплатить за площадки. Мне, я по идее записывала двоих детей на площадке. А мне тут на днях написали то, что до 10-го не успеете оплатить, все, это место дадим другому. Да и пожалуйста, отдавайте. Я где сейчас достану деньги, если у меня у мужа зарплата только 13-го? И обычно вечером переводят. Это значит, я только 14-го смогу оплатить. Если ему еще придет зарплата в этот день. Я это учительницам говорила, но им так начальство сказало. Учитель по сути тут ни при чем. Это начальство сказало, вот и все. Ну нет так и нет, и сюда нет, пусть дома сидят. Потом у нас тут в клубе площадку, если сделают нынче, сюда на площадку отдам, да и все. Господи. Сильно и не расстроимся. Пусть отдают другому место. Сильно и не расстроимся. Я уже детям как бы говорила. Так что вот так вот. Они прекрасно знают, что нигде ты не достанешь до конца. В том месяце у меня не получилось заплатить. Потому что за выпускной заплати, за то заплати. А за Егора заплатила, за выпускной. За Машу не смогла еще. Маше сейчас еще надо 15-го полторы тысячи отдать за выпускной. Вот и получается. За квартиру заплати, за садик заплати, за все заплати. Вот и... Ну и не расстроимся. Я как бы детям сказала, нечего расстраиваться. Сходим сами куда-нибудь вон прогуляемся. Дома найду работу. Вон грядки будут полыть. Ничего в этом такого нет. Вам, дорогие друзья, буду дальше делать. У меня там мясо кипит. Всем хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok